Привет, меня зовут Иван Травкин, сейчас вам расскажу о том, как создать метаблог. Это короткое руководство будет полезно организаторам онлайн курсов, которые хотят помочь своим участникам оперативно узнавать о том, что их однокурсники пишут в своих блогах. В качестве примера обратимся к работе Лени Годунова, ее блог, кстати, открыт сейчас. Она как раз проводит онлайн мастер-класс, участники которого завели больше 80 блогов. Следить за всеми по отдельности будет сложно. 80 блогов. Нам поможет Google Reader. Для начала нам необходимо подписаться на блоги всех участников. Елена Александровна собрала на своей странице полный список блогов всех участников. Мы подпишемся на несколько первых. Открываем первый блог в новой вкладке. Это блог Эллы Михайловны. Мы копируем адрес этого блога. Закрываем и переходим в Google Reader. Это главная страница моего аккаунта в Google Reader. У меня тут достаточно много подписок. Мы выбираем красную кнопку наверху колонки слева. Кнопка подписаться. Вводим адрес блога, который мы только что скопировали. Нажимаем добавить. Подписка оформляется. После того, как мы оформили первую подписку, необходимо начать объединять их в специальную папку. Для того, чтобы добавить новую подписку в новую папку, нам необходимо ее сначала создать. Мы выбираем опцию на верхней горизонтальной панели «Параметры канала». И в выпадающем меню прокручиваем список существующих папок до конца. И выбираем «Новая папка», чтобы создать новую, которую у нас пока еще нет. Назовем ее «Мастер-класс». И можно увидеть в списке слева, что последний блок, на котором только что подписались, попал в папку «Мастер-класс», которую мы тоже только что создали. Возвращаемся к списку блогов. Открываем второй по списку. Это блок Ольги Сергеевны. Копируем адрес. Закрываем. Возвращаемся в Google Reader. И снова нажимаем красную кнопку «Подписаться». У нас спрашивает адрес. Мы его вводим. Нажимаем «Добавить». И Google Reader оформляет новую подписку. И точно так же эту подписку необходимо добавить в папку, которая у нас уже теперь есть. В горизонтальном меню наверху выбираем снова «Параметры канала». И в выпадающем меню ищем папку, которую мы назвали «Мастер-класс». Вот она. Выбираем «Мастер-класс». И в списке слева можно видеть, что у нас есть папка, в которой два блога. Теперь представим, что мы прошлись по всему списку и добавили все 80 блогов в нашу папку «Мастер-класс». И теперь хотим оформить ее как мета-блог, который можно будет дать участникам или тем, кто желает быть в курсе работы курсантов. Для этого мы наводим указатель мыши на папку «Мастер-класс» в списке всех подписок. И справа нажимаем на треугольничек, чтобы открыть выпадающее меню. В этом меню есть пункт «Создать пакет». Кликаем «Создать пакет». И Google Reader предлагает нам создать пакет. Мы можем отредактировать его название, ввести краткое описание. Давайте напишем «Новости от участников мастер-класса». Можно даже еще интереснее назвать. Что нового у участников мастер-класса. Теперь находим кнопочку «Сохранить». И у нас есть новый пакет. Google Reader открывает полный список всех пакетов, которые мы когда-либо создавали. У меня сейчас два пакета. Меня интересует новый пакет. Он всегда расположен выше. Первый по списку в данном случае. Называется он у нас «Мастер-класс». Здесь название целиком не поместилось, но не страшно. И мы выбираем рядом с описанием пакета опцию «Разместить ссылку». Эта ссылка и есть ссылка на метаблок, которой мы можем поделиться с участниками и с кем угодно. Кликаем по ней, чтобы открыть наш метаблок. Мы видим вот такую страничку, на которой собраны в хронологическом порядке новости из блогов наших участников. Для того, чтобы поделиться ссылкой на этот метаблок, достаточно просто скопировать ссылку из адресной строки. И никакой дополнительной регистрации для того, чтобы открыть эту страницу и просматривать не нужно. То есть ее можно открыть, даже не имея регистрации в Google Reader. Теперь что будет, если мы хотим добавить в наш метаблок новые источники, новых участников. Допустим, что я прошелся по списку и добавил не всех. Хотя лучше, конечно, сразу добавить всех. Сейчас я хочу добавить третий блок к тем двум, что имеется. Я возвращаюсь назад в список на сайте Елены Александровны. Выбираю третий. Это блок Екатерины Алексеевны. Я копирую адрес, как делал раньше. Возвращаюсь в Google Reader. Выбираю «Подписаться». Ввожу адрес. Нажимаю «Добавить». Подписка оформлена. Теперь необходимо добавить ее в нашу папку «Мастер-класс». Мы нажимаем «Параметры канала». Ищем «Мастер-класс». Замечательно. Однако, добавление новых блогов в папку после того, как мы создали пакет, не приводит к обновлению пакета. Мы можем легко в этом убедиться. Если вернемся, откроем по ссылке наш метаблок, обновим, то мы увидим, что новых новостей там не появилось, к сожалению. Необходимо специально отредактировать пакет. Для этого, после того, как мы добавили новые источники в нашу подборку, нам нужно добраться до нашего пакета. Для этого мы поднимаемся на самый верх списка подписок и выбираем пункт «Поиск материалов». Здесь Google Reader предлагает на выбор рекомендованные пакеты, составленные специально для нас. А чуть ниже есть опция «Просмотреть свои пакеты». Я кликаю здесь, и открывается тот список пакетов, который мы видели ранее. Нас интересует последний созданный пакет. Вот он у нас первый по списку, а под ним есть две кнопки ссылки «Изменить» и «Удалить». Нас интересует «Изменить». Мы нажимаем «Изменить». Снова открывается режим редактирования пакета. Теперь мы можем добавить сюда дополнительные блоги. Для этого нам необходимо их перетащить из общего списка. Я прокручиваю список до конца, где у меня последние добавленные подписки. Выбираю третий новый блог и перетаскиваю его в общий список. Так, это был не он. Замечательно, теперь это он. Теперь у меня три блога в моем пакете. Я нажимаю «Сохранить». Пакет сохранен. Мы можем обновить ссылку нашего метаблога, чтобы убедиться о том, что изменения вступили в силу. Страна не сообновляется. Мы видим, да, замечательно. У нас появились новые сообщения из блогов, из добавленных блогов участников. На этом все. Я даже не хочу с TW нам на этот момент, Теперь у меня, да, χонеч Пакета. в интернете. казаться со своей личной смылиcer. У нас есть это нормально. Может 1940 года,